Ну что ж, на самом деле, чем бы вы ни занимались, какими бы пиологиями ни занимались, очень многие пациенты поступают на фоне имеющейся терапии. И всегда возникает вопрос, чего с этим делать. Если говорить про антитромботики, а мы знаем, что кардиологи очень любят заниматься сосудами, очень любят заниматься холестерином и очень любят разжижать кровь, что мешает жить хирургам, травматологам и реаниматологам. Мы разберем три ситуации, когда пациенты должны долго принимать препараты, влияющие на вероятность травмообразования. Это пациенты после стентирования планового и на фоне лечения острого кардиологического синдрома пациенты с фибрилляцией предсертия и пациенты с механическими клапанами. Три ситуации, когда пациенты должны быть на длительной терапии и вопрос, что с ними делать, когда они попадают в выделение реанимации и интенсивной терапии. Немножко вводных вещей. Если мы говорим про интеркоронарное обижательство, неважно, стентирование, просто ангиопластику, важной частью этого лечения является длительный прием двойной антиагрегантной терапии. Назначение двойной терапии уменьшает риск интерпроцедурных тромбозов и позволяет сохранить стенд до возможности его эпидемизации. Минимальная длительность двойной терапии – это всегда аспирин плюс облаканских рецепторов. Минимальный срок – один месяц для непокрытого стента. Там, где стенд покрыт затостатиком, если говорить про первое покорение стентов – таксус, калипсо или сайфер – это 6, а то и 12 месяцев. Новое покорение покрытых стентов – где-то между. 3-6 месяцев минимальный срок. Это принципиально важно. Важно отметить, что большинство современных стентов, стенты второго поколения, они покрыты и сделаны таким образом, что они позволяют чуть более сократить время двойной терапии. Но, тем не менее. Итак, обычно, если говорить про обычную хроническую ситуацию, стентированный инфаркт – 12 месяцев двойная терапия, аспирин – что-то еще, а затем монотерапия. Хроническая ЭБС – голый стент. Месяц двойной терапии, а дальше монотерапия. Хронический коронарный синдром – хроническая ЭБС. Покрытый стент – полгода двойная терапия, а дальше монотерапия. Отдельная ситуация, если у пациента есть две болезни. Есть и стент, и фибрилляция. В этой ситуации мы назначаем 2 группы препаратов – жирячая кровь. Антикоргулянты и двойную терапию. Срок двойной терапии мы уменьшаем до 1-3 месяцев. Это тоже делают кардиологи. Но есть одна проблема. Так как антиагреганты и антикоргулянты увеличивают их кровотечение, то у этих пациентов может быть злуточные кишечные кровотечения, которые приводят больного в реанимацию. Могут быть внутричепные кровотечения, которые на фоне антитромботиков бывают. Не очень часто, но бывают. Наконец, этим пациентам иногда нужна экстренная хирургия. И часто мы имеем пациенты с исходными низкими терапоцитами, которые должны получать антитромботики. Остальные вопросы, которые мы пытаемся осветить. Желудочное кишечное кровотечение – нередкая история у кровотечных пациентов. Пациенты пожилые, коморбидные. Считается, что встречаемость ЖКК в этой выборке пациентов 0,7-2,4%. Это не так мало. Более того, если мы берем пожилых пациентов с сочетанием стентирования по поводу инфаркта, например, и фибрилляции предсердия, риск еще выше достигает 5-8% в первый месяц. Более того, мы понимаем, что если пациент начинает кровотечение, его прогноз крайне плохой. Обычно отменяется на какое-то время терапия, увеличивается диск из лимического события, и прогноз у пациента очень скверный. Беда в том, что к настоящему времени нет жестких рекомендаций, чего делать. В той ситуации, если попадает пациент, особенно со свежим инфарктом, со свежим стентом, в первые 1,5-2 месяца, когда мы понимаем, что процесс эфиризации стента крайне активный, если мы убираем препарат, то будет тромбоз, есть кровотечение. Есть маленькие работы, на которые мы можем оставляться. Исследование 2010 года, 156 пациентов, мало больных. Это пациенты со свежим стентированием, и которые поступили с лучшим и сердечным кровотечением. Все пациенты были анализированы на две группы. Часть пациентов давали эспирин сразу после гемостаза, часть пациентов давали плацебо. Оказалось, что да, в группе плацебо было намного меньше кровотечений, чем в группе эспирина. 5% против 10%, хотя это достоверно. Однако смертность была достоверно выше группы плацебо. Что же происходит? На фоне кровотечения активизируются и тромбоциты, и полазонные факторы извертывания. Как на фоне анемии, так и на фоне острого кровопотери крайне активная регуляция. Эти пациенты имеют свойство устраивать тромбозы стендов и повторный инфаркт. Что говорят рекомендации европейского общества гастроэнтерологов, прежде всего, если у пациента, принимающего двойную терапию, предполагается кровотечение, но по данным эндоскопии есть кровотечение, состоявшее из диспетингов активного кровотечения, если идут ранние сроки, мы продолжаем двойную терапию. Если есть активное кровотечение, мы отменяем, по возможности, если это не жизнеукражающее кровотечение, мы отменяем один из двух препаратов, обычно мы отменяем аспирин, на трое суток, продолжая терапию, обычно в этой ситуации плавиксом. Считается, что использование клапитогрилла в этой ситуации уменьшает намного безопаснее, чем аспирин. Обратная ситуация есть у пациента кровотечение из нижних отделов лучшей кровотечения тракта. Американские рекомендации Американского общества гастроэнтерологов говорят, что если у пациента, принимающего двойную терапию, развивается кровотечение из нижних участков лучшей кровотечения тракта, мы на 7 дней отменяем клапитогрилл, прозугрель или тегриллур и сохраняем аспирин. Более того, если это ОКС, мы продолжаем двойную терапию и через 7 дней возобновляем, через 90 дней. Дальше уменьшаем. Поэтому наша главная задача попытаться максимально сохранить один препарат, потому что мы знаем, что если мы в остром периоде отменяем оба препарата, крайний высокий риск того, что будет тромбоз стента и у пациента будет инфаркт, что имеет прямое отношение к смертности этого пациента. Вторая история, которая также связана с двойной терапией, это внутричерепные кровослияния. Ситуация намного более серьезная. Встречая, слава богу, в отличие от лучших этих кровотечений, которые встречаются примерно в 2%, кровотечения внутричные черепные на фоне антитромотиков, на фоне антиагрегантов встречаются реже, 0,2-0,3%, но эта пациента очень тяжелая. В исследовании плана, в исследовании с сравнением дикогрилора против клапиодолида смертность составляла минимум 50%. Более того, у каждого третьего пациента с зачиненным кровоизлиянием на фоне двойной терапии возникает увеличение объема кровотечения гематомы в первые сутки. Был здесь работал некий алгоритм. Что можно сделать, что мы делаем в ситуациях, когда у пациентов развивается кровотечение в полости черепа, обычно пытаются убрать оба антиагреганта. Считается, что безопаснее вернуть оба препарата через месяц. Всегда, если мы говорим про самые ранние сроки, первый месяц после инфаркта, то решение это всегда решение консилиума, решение кардиолога, нейрохирурга и реаниматолога о том, чего мы делаем, потому что в первый месяц после стентирования риск страмбоза стента крайне высокий, но обычно с другой стороны продолжение антиагрегантной терапии увеличивается риск кровоизлияния. Поэтому общий принцип таков, если возможно, через месяц возобновляем монотерапию, если покрытый стент продолжаем на три месяца через месяц двойную терапию, и если у пациента было лобарное кровоизлияние, значение любого антитработика у этих противоречных больных считается неоправданным, потому что у больных перенесут лобарное кровоизлияние, любой антитработик увеличивает риск инцидива в разы. Опять же, это мнение экспертов. В настоящее время нет ни одного законченного исследования о том, какова наша тактика у этих пациентов. Но, слава богу, и пациентов мало. Это примерно 0,2-0,3% пациентов, принимающих двойную антитрабостатную терапию. Итак, общее правило, что мы делаем при возобновлении кровотечений у пациентов, принимающих двойную терапию. Незначимое кровотечение. Например, небольшое носовое кровотечение. Продолжаем двойную терапию. Малое кровотечение с conseguением гемоглобина меньше 2 единиц. Продолжаем двойную терапию и пытаемся уменьшить найдительность. Если пациент принимает более мощный препарат, например, яйчик и горелоп, если он разугрел, мы уменьшаем, заменяем его на клубогрело, но пытаемся минимальный срок продлить двойную терапию. Это очень важно. При умеренном крышечении, когда гибрид снижается на 2-3 пункта, мы пытаемся перейти на монотерапию. Если говорить про верхний отдел желудочно-кишечного тракта, мы убираем аспирин. Если мы говорим про нижний отдел желудочно-кишечного тракта, мы пытаемся как раз аспирин сохранить как можно раньше, в течение 3 суток, после контроля за крышечением, мы пытаемся вернуть двойную терапию. Но опять же, пытаемся сделать минимальную ретин. Если говорить про покрытые студенты нового поколения, это 2-3 месяца. Если говорить про покрытые студенты старого поколения, а к сожалению, это полгода, потому что первое поколение покрытых студентов имеет большой риск поздних тромбозов. И пытаемся, если партистан принимал более мощный препарат тегагрилор или просукрель, забить на клапидогрель, потому что достоверно на фоне клапидогреля намного меньше крышечений. Но при развитии больших крышечений или жизнегрожающих различных различных течений, прекращаем все, как можно быстрее возвращаем монотерапию. Это некая теория, которая есть сейчас. Опять же, исследования проводятся о том, что делать, как вести. То же самое касается и хирургии. Хирургия у пациента, принимающего двойную терапию, и безопасность операции, и безопасность отмены, зависит от типа стента, покрытого первого поколения, от того, насколько было сложное стентирование, сложные поражения, имеют больший риск тромбозов. Она зависит от времени, от стентирования до операции. В среднем считается, что через 6 месяцев после острого коронавируса синдрома пациентов можно оперировать на фоне отмены одного из препаратов. При плановом стентировании считается, что более-менее можно оперировать пациентов через 1-3 месяца на фоне аспирина. Для этого есть неплохие данные. Другое дело, что делать, если пациенты необходимо оперировать в первый месяц. Обсуждается и прописано как возможность в рекомендациях по антитработикам использование терапии МАСТАН, в значении пронтеральных, короткодействующих антитработических препаратов для пациентов, которых надо оперировать в течение первого месяца после стентирования, когда мы боимся отменить антитработики в связи с риском терапосистента. Из того, что есть у нас в арсенале, в мире, это коголор и ингибиторы 2B3A фактора, в нашей стране это преимущественно ингибиторы 2B3A, довольно серьезный подход. Эти препараты увеличивают риск отечения, но они короткоживущие. Обсуждается возможность использования в течение первого месяца после стентирования, отмена за 6 дней прозукреля или преподавеля, в значении этих препаратов пронтеральных, отмена за 6 часов дохирургии и в значении кокостокосты. Пока такой протокол в значении МАСТА из антитработиков в течение первого месяца обсуждается как возможный и продолжается исследование, которое, скорее всего, будет введено в рекомендации. Но, наконец, если необходимо экстрементировать пациента, вы должны понимать, что единственный антидот антитрабоцитарных препаратов – это трабоцитарная масса. Нет рекомендаций по тому, когда вводить, кому вводить. Надо понимать, что аспирин живет, Т1-2 аспирина 20 минут, Т1-2 метаболитов, когда грели 6 часов, у тех, как и логи, 12 часов. Поэтому первые 12 часов от примопрепарата назначение трабоцитов бессмысленно, потому что трабоцитарная вещь будет блокирована метаболитами препаратов. Общее правило – как можно быстрее возвращаем аспирин, когда есть полный гемостаз, в первые 48 часов возвращаем клапидогрель через нагрузочную дозу 600 грамм. Что касается проблемы трабоцитопении, считается, что у пациентов с уровнем трабоцитов более 30 безопасно давать двойную антитрабоцитарную терапию при инфаркте. Опять же, пытаемся уменьшить длительность двойной терапии. Еще несколько моментов, касаемых частых кардиопациентов. Пациентов, которым нужны уже антикоагулянты. Это больные с фибрилляцией предсердий и пациенты с механическими клапанами. У нас есть мощные данные. Есть так называемый bridge trial. Исходно, когда мы еще учились, очень недавно нам говорили, что пациент на антикоагулянтах требует моста, когда из гембаринов перед операциями и так далее. Но это не совсем так. Если взять обычного пациента с операцией предсердий, без механического клапана, без инсультов и эмболии в течение 12-7 недель до операции, можно совершенно безопасно вести пациента на отмене антикоагулянтов. Риск инсульта и эмболии небольшой. Исследования bridge trial показали о том, что при отсутствии моста из гепаринов, просто при отмене, плановой отмене антикоагуляции, если говорить про варфарин, достижение МНО меньше двух, если говорить про новые антикоагулянты, на третьи сутки после отмены, без моста из гепаринов, ничего не делаем, риск инсультов одинаковый, риск увеличения сильно меньше. После операции пациенту назначается кликсан или эмболии гепарина по программе профилактики тромбозов вен. После этого, как только будет возможно, возвращается полноценная антикоагуляция. Поэтому у пациентов с эмболияцией предсердий в экстренных ситуациях с низким риском, у которых нет механического протеза, у пациентов, у которых нет свежих эмболий, мы можем на какое-то время достаточно безопасно отменить полноценную антикоагулянтную терапию. А в других ситуациях мы понимаем, что в общем случае больной с эмболиацией предсердий, имеющий риск стромбоэмболических осложнений, должен быть антикоагулирован, если говорить про стационарный уровень и необходимость быстрых препаратов, это использование лечебных доз, дискоммуляторных гепаринов, либо инфузии, нефракционированного гепарина, если нужна операция, без моста спокойно отменяем. Это безопасно. И для этого есть много данных. Другой вопрос, который нерешенный, и вопрос, который решается в аудитории антиксидиологов, реаниматологов, вопрос о том, что делать с пациентами, которые были без фибрилляции, в которых развилась фибрилляция во временных рождения в реанимации по поводу оперативного вероятства инфекции, насколько их нужно антикоагулировать, насколько их безопасно антикоагулировать. Этих данных пока нет. Этим дальше. И, наконец, последнее, что мы должны сказать сегодня по поводу наших пациентов, кариологических пациентов, это пациенты с механическими клапанами. Мы знаем, что подавляющее количество пациентов, подавляющее количество пациентов с механическими клапанами должно быть антикоагулированное. Антикоагулированное, если говорить про операльные препараты, только антиксидиологические утренения НК. Новые антикоагулянты этих пациентов запрещены, они вызывают травы у заклапанов. Мы знаем стандартные вещи. Целевое у новых клапанов артальной позиции без факторов риска 2,5, у пациентов с факторами риска или литеральным процессом 3. Вопрос в том, что делать, если пациенту нужна операция, если пациент оказывается в экстренной ситуации, требующей инвазивных интервенций. В настоящее время есть данные, которые позволяют с уверенностью сказать, что у пациентов с артальным клапаном современным, не шариковым, без фибрилляции предсердий, с нормальной фракцией выброса, без эмболии в анамнезе мы можем совершенно спокойно на несколько дней, на 3-4 дня отменить антикоагуляцию. Уже заканчиваем, да. Если говорить про другие ситуации, про механические клапаны, в нейтральной позиции, в трехсорочной позиции, в больных факторах риска, у пациента должны быть антикоагулями. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать.